Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, я очень благодарен Богу за то, что мы можем быть сегодня вместе с вами. И желание моего сердца обратиться к Слову Божию мы будем читать из первой главы Евангелия Иоанна с 35 по 41 стих. Первая глава Евангелия Иоанна с 35 стиха. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал, вот Агнец Божий. Услышавши от него эти слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, что вам надобно? Они сказали ему, Рави, что значит учитель, где живешь? Говорит им, пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около десятого часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе, и последовавший за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего, Симона, и говорит ему, мы нашли Мессию, что значит Христос. Знаете, есть один такой вопрос, очень важный вопрос, его задают верующие и неверующие люди. Это вопрос о смысле жизни. Для чего мы живем? Мне сегодня хотелось говорить о вопросе, может быть, не так важном, но тоже очень важном. А где мы живем? Где мы проводим нашу жизнь? Ученики, последующие за Христом, они его спросили, где ты живешь? Мы все живем в домах и понимаем, что такое дом. Дом – это больше, чем просто стены, крыша, двери, окна. Дом – это место, где наша вселенная, если так можно выразиться. Дом – это туда, куда нас влечет. Можно построить здание, но не построить своего дома. Мне часто приходится встречаться с детьми, которые живут в детских домах. И у них есть питание, у них есть одежда, у них есть кровать. Но их мечта в жизни – это иметь дом. Порой они убегают из детских домов, бегут своим родителям туда, где пьют, где нету даже порой мебели, где холодно. Но они бегут туда, потому что им хочется быть дома. И не только детям хочется быть дома. Хочется быть дома с женщинами. Они устраивают свой дом, это место их обитания, их кухня, и все, что там есть, они устраивают там. Или даже девочки маленькие играют часто в дома, ставят, расставляют там мебель. И вот Слово Божие тоже говорит, что мудрая жена, она устраивает дом свой, а глупая разрушает своими руками. То есть желание у женщины – вот устраивать дом. И не только для женщины это важно, для мужчин важно. Важно прийти домой, где найти покой, уют, отдых. Дом важен для пожилых людей. Знаете, сегодня много домов престарелых, но далеко не все там хотят находиться. Там есть условия, там обслуживают их. Но пожилые люди хотят быть в своем уголке, в своей квартире, в доме. Это так важно для них. Сегодня, слава Богу, вот идут навстречу государства, когда людей оформляют на работу, и они посещают пожилых на дому. Это важно, и для пожилых это важно. Мы понимаем, как важно вот нам находиться дома, как жизнь наша связана с домом. Но вот когда мы с вами говорим об Иисусе Христе, о Сыне Божии, который пришел на эту землю, то мы находим нечто другое. У него так мало было связано с домом. Вот Иосиф с Марией, они пришли на перепись в Вифлеем, и там рождается Иисус Христос. Мы понимаем, что это не случайность, что вот Сыну Божию нужно было прийти как раз в тот момент, когда у них не было вообще где жить. Иисус Христос рождается в доме для животных. Уже чуть позже мы находим, когда волхвы пришли, чтобы поклониться младенцу, они находят его в доме, но ненадолго. Мы с вами читаем дальше, что когда волхвы ушли, то Иосифу нужно было взять свою семью и бежать в Египет. Длинная дорога, и это ни одного дня, и ни недели даже. И там они живут в Египте. И мы обратно даже не находим описание их жизни, где они там живут. Вот они возвращаются из Египта, и Иосиф идет в Назарет. Уже не возвращается в Вифлеем, а идет в Назарет. И мы снова не находим большого описания вообще ничего о доме. Проходит какое-то время, и Иисус Христос, будучи еще молодым человеком, выходит на служение. И когда, находясь на служении, подходит к нему один человек и говорит, «Я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И Христос ему говорит, «Вот ты знаешь, лисицы, они имеют норы, и птицы небесные, они имеют гнезда, а вот сын человеческий даже не имеет места, где преклонить голову. Звери, они устраивают свой дом, птицы устраивают свой дом, а вот сыну человеческому нету дома здесь на земле». И в этом есть, я думаю, тайна и истина, которую Бог нам хочет показать. Посмотрите, что говорит Исайя, вернее, Бог через Исайя, 66 глава, 1 стих. «Так говорит Господь, небо престол мой, а земля подножья ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Где вы построите дом для меня?» Соломон, он построил великий храм. Он был украшен, он был драгоценен, он был действительно великим. Но даже Соломон, смотря на храм, он говорит так, «Поистине Богу лежит на земле, небо и небо небес не вмещают тебя». Понимая, что Бога даже нельзя в такой великий храм поместить. А когда апостол Павел пришел в Афины, и там, находясь в Ариапаге, среди людей, которые были идолопоклонники, которые поклонялись многим богам, делали для них дома, делали для них какие-то изображения, и вот апостол Павел объясняет о Боге. Он говорит, «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет». А где же живет Бог? Мы живем в домах, мы устраиваем эти домы, они нам дороги. А где живет Бог? И Бог говорит нам через того же пророка Исаия, 57 глава, 15 стих, «Ибо так говорит, высокий и превознесенный, вечно живущий, святый имя Его, я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенным и смиренным духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Великий Бог, которого не может вместить небеса небес, Он живет в доме, и этим домом являемся мы. Сегодня брат спел такой прекрасный гимн. Мы действительно похожи на этот дом. Слово Божие говорит, что у нас есть и двери, и окна. Иисус Христос, Он стоит у двери и стучит. И Он говорит это в Откровении, мы читаем 3 главе, 20 стих, «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой, и отворит дверь, войду к Нему, и буду вечерить с Ним, и Он со Мною». Мы с вами, мы являемся домом. Домом, где может жить великий Бог, которого не вмещает небо небес. Так нас Бог устроил, так чудно устроил нас. Мы читаем с вами послание евреям. «Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы». Как прекрасно, что не может Его вместить ничего, кроме нашего сердца, кроме нашего внутреннего с вами дома. И мы можем открыть двери Ему, и Он может войти туда. Итак, апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, 6 главе, 16 стихом. «Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь с них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Если мы открываем двери, и Бог входит в нас, то, знаете, первое, что мы начинаем видеть, мы начинаем видеть непригодность своего строения. Мы начинаем видеть непригодность своего дома, который, может быть, мы строили до того, как придет туда Бог. Бывает, мы покупаем дома, мы заходим туда, старый хозяин что-то там построил, и мы думаем, мы это все уберем, мы разрушим, мы все переделаем здесь. Когда приходит Бог в наше сердце, Он показывает нам на негодность того, что мы, может быть, там настроили. Мы должны строить новое жилье. И как Петр говорит в первом послании, он говорит, и сами, как живые камни, устраивайте из себя дом духовный. Это то, чем мы должны заниматься. Многие из нас, может быть, профессионалы в строительстве, но вот Бог нас всех хочет сделать профессионалами в строительстве, в строительстве нашего духовного дома. И не просто профессионалами, он хочет, чтобы мы были верными. Итак, апостол Павел говорит, что от домостроителя же требуется, чтобы каждый оказался верным. Верный – это человек, который прилагает к этому усилия, который постоянно строит. Вы знаете, если мы начинаем строить дом для себя, и для этого уделяем только два часа в неделю, я думаю, дом наш будет очень долго строиться. Если наш внутренний дом мы строим только, когда приходим в воскресенье на собрание, то это жалкое строительство, жалко выглядит наш дом. Представляете, Бог живет в нас, Он там находится. Радуется ли Он, смотря на нашу стройку? Знаете, вот приходишь, бывает, человеку и печально посмотреть на стройку, да? Не двигается ничего, а Бог находится там. Доволен ли Он нашим строительством? Как выглядит наше жилье? Вы знаете, это такая аллегория, сравнение. Мы понимаем, что такое дом, а вот внутренний мы не совсем понимаем, как он устроен. Знаете, но он очень похож на наши дома. В нем тоже есть комнаты. В нашем внутреннем доме есть комнаты. В некоторых комнатах мы очень много проводим времени. Они очень дороги нам. Это комнаты, может быть, знаете, это наше хобби, чем мы занимаемся. Мы об этом часто думаем. И вот эта комната, где мы находимся. Сегодня очень популярная комната такая стала. Это телефон. И люди говорят, я сижу в телефоне. В этой комнате благоустроенная такая комната, где столько проводим время в этой комнате. Господь говорит, что нас, как христианах, должны быть еще другие комнаты. Очень важные комнаты. Комната, где мы молимся. Где мы встречаемся с Богом. Сколько времени мы проводим в этой комнате. Господь приходит там, находится и ждет, когда мы придем и будем говорить с Ним. Расскажем Ему о всех наших переживаниях, о всех наших трудностях, радостях. Он ждет нас в этой комнате. Какая большая эта комната. Иисус Христос говорит, зайди в дом свой, зайди в комнату свою, закрой дверь свою. И мы понимаем, что вот есть комната у нас, заходим. Но внутренне у нас есть тоже комната, где мы общаемся с нашим Творцом. Есть комната, где мы читаем Библию, рассуждаем о Слове Божьем, где Бог, приходя, открывает нам истины. Очень много комнат. Комнаты, которые называются, знаете, добродетели, состраданием, милосердием. Комнаты, которые полны, чтобы людям, нуждающимся, что-то дать. Вообще, если Бог является Творцом, дизайнером нашего дома, вы знаете, наш дом не будет выглядеть жалко. Он будет выглядеть как дворец, как палаты. Там очень много комнат, которые Бог нам предлагает, чтобы мы строили. Знаете, очень жалко, когда у человека есть три комнаты, знаете, покушать, поработать. И еще что-то. Жалкий бедный дом мы смотрим, маленький домик. Мы хотим жить в большом доме. Господь хочет жить в большом доме. И вы знаете, часто люди говорят, ну мы должны правильно расставлять приоритеты. Я хочу сказать, что мы никогда не должны Бога ставить первым в наших приоритетах. Мы должны просить Бога, чтобы Он помог нам расставлять эти приоритеты. Бог не может быть первым. Богу не нужно, знаете, вот первое место. Он должен быть хозяин. В нашем внутреннем доме не должно быть закрытых комнаток, куда бы Бог не мог заходить. Знаете, это тайная наша, чтобы ни люди там нас не видят, ни Бог не видят. Он там хозяин. Так Он говорит, я вселюсь с них и буду ходить в них, и буду их Богом. Знаете, вот Он сказал, не просто я приду к вам в гости. Вот пришел человек к нам в гости, мы понимаем, пришел, а через время собрался и ушел. А Он сказал, я вселюсь. Вы понимаете, когда мы вселяемся в дом, мы пришли туда, и мы там остались. Он говорит, я вселюсь в вас. Не просто вселюсь, я буду ходить в вас. Он говорит, будет ходить там, по нашим комнатам, по нашему дому внутреннему. Он там хозяин, Он Бог там. Он говорит, и буду их Богом. Он не просто там ходит, Он не просто гость, Он не просто проживает с нами. Он не просто Бог Вселенной, Мироздания. Он мой Бог внутри меня. Не я Бог. Сегодня очень много говорят, что мы Боги, мы решаем то, что мы строим, где мы живем. Нет, Он Бог, который живет нам. Знаете, бывает еще, люди строят дома и называют их дом на два хозяина. Вот дом, а там есть перегородка, есть два выхода. И с одной стороны может жить наркоман какой-то, а с другой стороны семья с детьми. Ну вот так уживается. Знаете, у Бога так не работает. Хотя люди часто хотят так построить свой дом, чтобы было два хозяина. С одной стороны я делаю, что хочу, а с другой стороны, ну живет Бог, я порядочный человек. Знаете, Богу полдома от нас не надо. Богу нужен весь дом. Я вселюсь и буду ходить там. Знаете, когда мы с вами читаем в этот стих, и написано, что я вселюсь в вас, это послание к Коринфянам, там написано, что какая совместимость храма Божия с идолами и света со тьмой. Какое согласие между Христом и Велиаром. Он говорит, я вселюсь в вас, но у меня нету согласия, у Христа нету согласия. Если мы можем договориться с соседом, там, ну, плохой сосед, но мы договорились у Христа, он не договаривается с Велиаром. Велиар – это бес, идол, сатана, так говорит, Слово Божие. Он говорит, у меня нету согласия. Знаете, если мы выделили Иисусу Христу даже хорошую половину в нашем внутреннем доме, в доме, то я сомневаюсь, что там живет, будет жить, находиться. Строительство нашего внутреннего дома происходит непосредственно по Слову Божью. Бог для этого оставил нам Свое Слово. Итак, Иисус Христос говорит, кому уподоблю я человека, слушающего и исполняющего Слово Божие? Я уподоблю его человеку, построящего дом свой на камне. Вот если мы слушаем и исполняем, мы строители на камне. Это надежное строение. Он говорит, а кому я уподоблю или сравню человека, который строит дом свой, который слушает и не исполняет Слово? Это тот, который строит дом свой на песке. Это ненадежное строение, оно развалится. Знаете, Слово Божие – это законченная инструкция по строительству нашего внутреннего дома. Я помню, когда был маленьким, я часто слышал так, взрослые говорили, что в Библии есть ответы на все вопросы. Я думал, вот когда я вырасту, я прочитаю Библию, и я буду знать все ответы. И когда я подрос, я прочитал Библию, я вдруг подумал, нет, я не нашел тут ответы на все вопросы. Я подумал, наверное, так говорят всегда, но это правильный ответ. Нет, ну так нужно говорить, что в Библии есть ответы на все вопросы, но там их нет. Знаете, с годами я стал понимать, что нет, в Библии есть ответы на все вопросы. Да, мы разные, у нас разная архитектура, разный, знаете, дизайн дома, но Слово Божие нам дает и открывает Бог через Слово Божие, как и что нам нужно строить. В этом нету сомнения. Вы знаете, следующий этап строительства – это семья. Вчера нам удостоилось такое привилегия быть на бракосочетании. Начала строиться новая семья. Знаете, это не дом на два хозяина. Это когда две половины домов, они соединяются. И было одно, вернее, было два, а стало одно. Так Писание говорит, было два человека и стало одно. Было два дома, они строили по отдельности и вот соединились они. И если строительство их по отдельности было правильно, то намного легче произойдет вот это соединение и дальнейшее строительство совместное этой семьи. Бог все предусмотрел. Бог предусмотрел, что в семье, когда соединились два дома, не должно быть перегородки, не должно быть двух дверей, двух выходов. Бог каждому дает свою ответственность. Там нету двух хозяевов, там есть Иисус Христос, который остается хозяином в этом доме. Там есть муж, глава семьи и жена. И у каждого есть своя ответственность, и у каждого есть своя обязанность. Но сегодня сатана, он очень много сил, усилий направляет, чтобы развалить или разрушить строение. Да, мы говорим так, разрушенная семья. Вот строилась, а теперь она разрушена. Строилась, а теперь она развалилась. Руины остались. Сатана преуспевает сегодня в этом. Знаете, и люди, и часто молодые люди, вступая в брак, они имеют чувство, вот эту влюбленность, они думают, ну на этом вся жизнь и построится. Мне очень понравилось, как одна молодая девушка сказала своему парню, который ухаживал за ней, и говорила о своих чувствах, говорила о гарантии их будущей совместной жизни, потому что он ее любит. А эта девушка, она была, девушка, она была, воспитывалась в детском доме, ее мама бросила. Она говорит, ты знаешь, самая великая любовь на земле, это материнская любовь. Но меня мама бросила, потому что она не имела Христа. Любовь, она не может быть гарантией в семье, если там нету Христа. Там должен быть Иисус Христос. Как-то тоже у нас была беседа с крещаемой, и одна молодая девушка, совсем еще молодая, когда спросили ее вопрос, ну о будущем ты вот, за кого хочешь выйти замуж? Она говорит, ну конечно, за верующего человека, но я хочу, чтобы он любил Бога больше, чем он бы любил меня. Как важно, чтобы мужья, отцы, они любили так Бога. На них возложена большая ответственность. Знаете, если у мужчины, у мужа, у отца не будет комнаты, где он черпает эту силу, у него нет шансов, чтобы защитить свою семью. Он должен защищать свою семью. И комната, где он должен черпать эту силу, это не джим, где люди качают свои мышцы. Это молитвенная комната, это комната, где он читает Библию, где находится в общении с Богом. Там он должен черпать эту силу. Часто нету этих комнат. Часто мужья не проводят там достаточно времени. Знаете, Иисус Христос говорит так, Евангелие Матфея, 12 глава, 29 стих. «Как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его?» Сегодня очень много сильных, тех, которым Бог доверил семью, они связаны пороками и грехами. Как много сегодня сильных, которые находятся во всяких зависимостях. Сатана заходит в такие дома, такие семьи и расхищает все. Все доброе, что строилось, может быть, годами, оно становится быть расхищенными. В Иисусе Христе, в Его крови, есть сила. На мужьях, на отцах лежит большая ответственность. Как важно проводить время в этой комнате. Как важно сделать эту комнату большой, уютной. Вы знаете, дальше мы читаем в Евангелии Луки, Христос говорит так, «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имения». Когда сильный, тот, который получил силу от Бога, он охраняет с оружием свой дом. Оружие, о котором мы читаем в послании фессалоникийцам, где апостол Павел пишет, какое оружие мы должны иметь. За неимением времени мы не будем туда обращаться. Я хотел еще сказать о нашем доме, это как о здании. Я думаю, что не стоит сегодня говорить, как важно вот этот дом, где мы живем, этот физический дом. Мы, конечно, понимаем, что это не просто стены и окна. В первую очередь, это дом, куда мы можем прийти. Знаете, вот и наш внутренний дом, наша семья, и вот физический дом, это место, которое сокрыто от глаз посторонних людей. Нам приятно там находиться. И поэтому в наш дом, дом физический, мы можем кого-то впускать, а можем не впускать. Мы в нашем физическом доме можем кому-то быть рады, а кому-то совсем не рады. О доме физическом Бог тоже много говорит. Дело в том, что наш дом, в котором мы живем, проводим нашу жизнь, занимает очень много сил, очень много времени, очень много денег. Поэтому, конечно, и для Бога тоже важно. Важно, чтобы его дети, христиане, правильно относились к тому месту, где они живут. Мы, конечно, говорим, что Бога мы пускаем в сердце. Он живет в нашем сердце. Он не может жить в храме, но он в нашем сердце. Знаете, часто бывает такое, что в нашем подсознании, в нашем подсознании, что вот для Бога мы молитвен дом построили. Он здесь находится. Он здесь живет. Вот мы пришли его как бы в гости в воскресенье или там на неделе еще, побыли здесь у Бога и потом пошли. Бог остался, это твой дом, а мы в свой дом пошли. Но если мы понимаем, что Господь живет в нашем сердце, мы его пустили, он там хозяин, то, конечно, он не останется здесь в пустом молитвенном доме. Он пойдет с нами и будет жить в нашем доме, потому что он живет в нашем сердце. И вот как наш дом, он служит для Бога? Служит ли он просто нам в удовольствие или он служит еще для других людей? Мне часто приходится путешествовать, часто приходится ночевать у людей дома. И далеко не все, я вам хочу сказать, далеко не все двери открыты, чтобы там даже переночевать. Я помню, мы как-то ехали с одной группой молодежи, приехали в один город, и было уже поздно, у меня был номер телефона пресс-фитера церкви, я позвонил ему, объяснил, что мы здесь на служении, нам нужно на следующий день встретиться в детском доме, договориться о проведении лагеря, но сегодня нам нужно переночевать. Он выслушал меня, говорит, хорошо, я вас отвезу, где вы переночуете. Он нас привез к одной женщине. Это одинокая женщина, у нее старенький дом, и она рассказывает, говорит, вот я так молилась, если этот дом мне достанется от родителей, то он будет всегда служить Богу. Вы знаете, много лет этот дом служит нам, и зимой, и летом. И в поздний час мы можем туда приходить, мы не сомневаемся, что нас там примут и ждут. Я за все это время ни разу не был в доме пресвитера этой церкви. Вы знаете, Христос, когда говорит о своем пришествии, Он говорит, когда Сын Человеческий придет на землю, Он разделит людей, одних на правую сторону, других на левую. И вот который на правую, Он им скажет, вот я был голоден, вы накормили меня, жаждал, вы напоили меня, был странником, вы приняли меня. Я не скажу, когда мы это сделали? Он говорит, ну, если вы это сделали одному из меньших, то вы сделали мне. И другим скажет, отойдите от меня. И мы понимаем, мы об этом говорим, мы верим, что мы спасаемся в вере в Иисуса Христа, Его кровью, и ничем большее. Да и аминь. Но почему-то Иисус Христос говорит о том, что когда Он будет судить, Он будет вот судить так. Я не знаю, почему так. Вы знаете, когда мы видим кого-то, мы не всегда видим в Нем Иисуса Христа. Бывает, нас кто-то не располагает. Знаете, вот даже сам Иисус Христос, когда пришел на эту землю, Его не узнали, не увидели. Он родился в доме для животных. Я помню, с детства такой стих есть, на Рождество его рассказывают. В больших домах тепло и свет, но там закрыты двери, и там Иисусу места нет. Родился Он в пещере. И дальше есть такой один куплет. Иисус Христос, когда тебя не принимает где-то, то я приму тебя, любя зимою, как и летом. Я думаю, такие искренние слова дети всегда его рассказывают. Редко я слышал, чтобы взрослые так рассказывали. Потому что, действительно, мы принимаем ли Иисуса Христа? Вы знаете, недавно я видел фотографию, это Андрей Чумакин поставил, благословение дома, чего-то дома. Там братья молятся, подняв руки о благословении дома. И он там пишет, сегодня это не практикуется, не актуально. Сегодня, но у нас немножко поменялось отношение к дому. Раньше это было, это практикали всегда люди, вселяясь в дом, я не знаю, как у вас. А сегодня стало это реже, потому что отношение к дому другого. Сегодня дом, дом называют недвижимость, сегодня его измеряют скверофитами, долларами. Ну, мы живем в такое время. Может быть, это все нормально, но, знаете, для нас должен быть дом. Я говорю, это не просто стены, окна. Знаете, мы когда смотрим вообще на дом, что мы говорим о доме? Ну, богатые. Вот смотрим на дом и говорим, вот тут, наверное, богатые живут, большой дом. Смотрим на дом и говорим, ну, тут, наверное, бедные живут. Смотря на дом, мы делаем такое заключение. Вы знаете, а вот как часто мы так, смотря на дом и говорим, вот тут живут добрые люди, тут живут хорошие люди. Я вспоминаю, если мы приехали с вами из Советского Союза, вот когда мы шли мимо домов, ну, согласитесь, что мы часто говорили о людях, которые живут в этом доме, а не о самом доме. Очень важно было, какие там люди в этом доме проживают. Хорошие люди или нехорошие люди. Как-то мало мы оценивали все в долларах, как мы делаем это сегодня. Когда два ученика пошли за Иисусом Христу, вернее, подошли к Иисусу Христу и спросили, где живешь? И Христос им сказал, пойдите и посмотрите. Их не интересовало, знаете, вот адрес, где живет Иисус Христос. Их не интересовало, как выглядит этот дом, где он живет. Он говорит, пойдите и посмотрите. И они пошли и посмотрели. И один из учеников, видно, это был Иоанн, который пишет это Евангелие. И он даже описал, что сколько они там пробыли. Они пробыли весь день. И вот поздно, наверное, они вернулись. И после этого он говорит, что один из учеников, другой ученик, это Андрей, он идет, находит своего брата Симона и говорит ему, мы нашли Мессию, что значит Христос. Вот представьте, такое серьезное заявление. Мы нашли того, которого ждали все люди. А почему он поверил в это? Он побыл в доме, где живет Иисус Христос. Иоанн не описывает, что он там видел. Иоанн не описывает, знаете, какой это был дом. Он говорит, мы там побыли. И Андрей, он сразу сделал заключение, это Мессия. Знаете, когда люди приходят к нам домой, если они там побудут, что они скажут о нас с вами? Знаете, вот одно дело, мы встретимся с вами в церкви, а другое дело, мы встретимся с вами дома. Дома мы любим расслабиться, дома мы любим быть самими собою. Дома мы любим снять маску, и поэтому, может быть, не всегда мы хотим кого-то видеть, или чтобы кто-то нас видел дома. Знаете, у нас всех с вами разные дома, разная обстановка, это нормально, у нас разный доход. Но какая атмосфера в доме? Если нас сегодня спросят, где ты живешь? Вернее, знаете, в вопросе, где живешь, наверное, больше звучит, чем ты живешь? И вот, когда мы встречаемся с человеком, и начинаем разговаривать с ним, мы понимаем, чем человек живет. Поговорить даже, вот побывал человек, когда мы думаем, чем человек живет. Когда мы с вами читаем книгу Даниила, и там написана история о Навуходоносоре. И вот интересно, мне нравится там, такое даже слово написано, он расхаживал по дому своему. Навуходоносор расхаживал по дому своему. И говорил, он говорил, интересно, отвечал на вопрос, который никто ему не задал, он, наверное, сам себе задал вопрос, чем же я живу. И он говорит, это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства, силою моего могущества и славой моего величия? Он сам отвечает на вопрос, чем? Чем живет Навуходоносор? Это не ли величественный дом, который я построил? И слава такая расхаживал, он не просто там ходил, расхаживал, ему было приятно. И тут же лишается этого дома, и тут же находится вместе с зверями. Такой урок Бог преподал не только ему, он преподал всем нам через него. Он показал, чему может привести жизнь наша, которая связана не тем. он, когда уже приходит в себя, осознает, и он говорит, а что для меня сейчас? А сейчас я превозношу и величаю Бога, и он там прославляет Бога. Теперь он понял, теперь понял, чем нужно жить. Такую же историю мы с вами находим, и читая об Езекии. Езекия был великий царь, и вот когда Бог его исцелил, и совершил великое знамение такое, и пришли люди с Вавилона, и они пришли узнать об этом знамении. Они пришли, и написано, Бог оставил Езекию. Бог оставил Езекию, чтобы испытать его, что в сердце него, чем живет Езекия. И когда они пришли, начали спрашивать, и написано, и он начал показывать им, начал показывать ему свои дома, там оружейный дом, кладовые, золото, и когда Исаия к нему приходит, и говорит, что видели люди? Он говорит, все видели, все в моем доме. И Бог говорит, придет время, когда все из твоего дома унесут. Придет время, братья и сестры, когда не останется у нас этих прекрасных домов, не останется того, что в доме, и оно будет нам совсем не важно. Только наш личный дом, наше личное строительство, оно будет вечно. Какое оно? Мы будем жить, вот мы, наша стройка, она будет жить вечно. Что мы построили? Что мы строим? Является ли Господь Бог действительно хозяином в нашем доме? И если нас кто-то спросит, где ты живешь? Что я отвечу? Где я живу? Чем я живу? Пусть Господь нас благословит. Сегодня Павел рассказывал стих о миссионере, который возвращался, и Бог ему сказал, но здесь это еще не дом. Братья и сестры, здесь еще не дом. Мы должны всегда это помнить. Там дом. Пусть Господь нас благословит и доведет нас до вечности. Ему слава за все. Аминь. Давайте помолимся. Спасибо.